Библейский портал экзегет.ру представляет 16 глава второй книги царей или царств. Читаю свой перевод для библейского портала экзегет и его комментирую. Глава мелких подробностей гражданской войны. Гражданская война началась у нас в предыдущей 15 главе. Сын Давида Афшалом провозглашает себя царем в Хевроне неподалеку от Иерусалима. И явно со своими сторонниками, а на его сторону склоняются все израильтяне, идет на Иерусалим. Давид бежит из Иерусалима, не знает где останется. И это бегство, очень печальное, траурное бегство, одновременно не паническое. Одновременно Давид оставляет в Иерусалиме своих сторонников под видом людей, которые склоняются на сторону Афшалома. Договаривается с ними о связи, отправляет туда отдельного человека, хушая, который должен при царском дворце разрушить совет Ахитофала, главного советника мозгового центра, собственно, этого царского дворца. И, то есть, Давид не в состоянии панического ужаса, он достаточно трезво рассуждает, он выстраивает целую такую сложную стратегию, связанную с разведкой, связанную с дезинформацией, с разными другими вещами. И что с ним происходит во время этого шествия? Смотрите, Давид идет, оставив свой царский престол. Никто не знает, вернется ли он туда. Самое время врагам против него выступить. Самое время проверить, кто настоящий друг. Когда Давид спустился немного с вершины, навстречу ему вышел Цива, слугами Февошита. Напомню, что это сын Юнатана, внук Саолок, и Цива ему служит. С пары навьюченных ослов, на которых были две сотни хлебов, сотни лепешек изюма, сотни лепешек смокф и бурдюк с вином. Ну, то есть сушеные фрукты, их обычно в виде лепешек таких хранили, спрессованных, чтобы не заводились там внутри всякие насекомые и прочее. Царь спросил Цива, что это у тебя? Цива ответил, отцы для ослы для царского дома, чтобы ездить на них, хлеб и сушеные фрукты в пищу слугам твоим, а вино для питья тем, кто ослабеет в пустыне. Царь спросил его, где же сын твоего господина, ну, то есть сам Мефевошит. Цива ответил царю, остался в Иерусалиме, ведь он рассуждает так, теперь дом Израилев, возвратит мне царство моего отца. Царь сказал Циве, все, что было у Мефевошита, теперь твое. Да, вот Цива вовремя вышел помочь. Цива ответил, низко кланяюсь тебе, да буду я тебе угоден, господин мой царь. Что на самом деле хотел Мефевошит, мы не знаем. Встреча с ним еще будет описана дальше. Царь Давид дошел до Бахурима, на встречу ему вышел человек из рода Саула, которого звали Шемисенгеры. Вот Саул прежний царь, и, конечно, его родственники как раз вот тут и появляются, и им сильно не нравится Давид. Он все шел и изрекал проклятия, швыряя камнями в Давида и во всех слуг царя Давида, и в народ, хотя справа и слева от царя были богатыри. Так говорил Шемис с проклятиями. Прочь, прочь, кровопийцы и негодяи. Отплатил себя Господь за всю кровь дома Саула, у престола которого ты занял, и отдал Господь твое царство в руки Авшалома, сына твоего. Вот и на тебя обрушилась беда, ты кровопийца. А Вишай сын Суруи предложил царю, что этот мертвый пес так проклинает моего господина царя? Позволь, я пойду и срублю ему голову. Но царь ответил, что мне и вам до того, сыновья сыруи, если он проклинает от того, что Господь велел ему проклинать Давида, кто может запретить ему делать это? Еще сказал Давид Авишай всем своим слугам, если уж сын мой вышедший из чресел моих ищет смерти моей, то тем пачеве не амитянин. Оставьте его, пусть проклинает верно так велел ему Господь. Может быть, увидит Господь унижение мое, воздаст мне Господь благом за это нынешнее унижение. Смотрите, нет ничего проще, чем вот этого одного человека пойти и сразить. Но Давид говорит, что я унижен, я унижен пред Богом, и я принимаю это унижение, я не хочу мстить за себя. Давид, который начал войну с аммонитянами, когда аммонитяне обесчестили его послов, не мстит за свое собственное достоинство. И он понимает, что в конечном итоге, ну, он, наверное, первопричина всего этого, потому что он не остановил в свое время Афшалома, который убил своего брата. Он позволил всему этому вызреть, он этот заговор проглядел, он некоторым попустительством способствовал тому, что он возникнет. И что теперь? И теперь он пьет вот это унижение, как некое горькое лекарство, и думает, что, ну что ж, Господь увидит мое смирение и может быть изменит свое отношение ко мне. Вот для него важно не как он выглядит в глазах даже своих соратников. Смотрите, он идет, а рядом с ним идет некий его давний враг, и его проклинают. Ему важно, как он выглядит в глазах Бога. Давид и его люди следовали своим путем, а Шемишел сбоку по склону горы и проклинал его, швырея в его сторону камня и пригоршнями бросая пыль. Царь и весь народ, который был с ним, окончили свой путь в изнеможении и расположились на отдых. Ну а что же в столице, в Иерусалиме? Туда вступают войска Афшалома. В это время Афшалом и все израильтяне, которые были на его стороне, вступили в Иерусалим. Был с ними Эхотофл. Напомню, это главный советник Давида, который перешел на сторону Афшалома и который самый хитрый. Когда Хушай Аркит, друг Давида, пришел к Афшалому, а его Давид отправил специально, то воскликнул Афшалома. Да здравствуй, царь, да здравствуй, царь. А Афшалом ответил Афшалома. Так вот, какой ты верный друг, что ж ты не отправился в путь вместе со своим другом Давидом? Афшалома ответила Афшалома. Нет, кого избрало Господь, и этот народ все израильтяне. На его стороне я буду оставаться. А во-вторых, кому стану я служить? Разве не сыну прежнего царя? Как служил я твоему отцу, так послужу и тебе. Вот он втирается в доверие. Афшалом тогда спросил Афшалома, дай свой совет, как поступить. Афшалом ответил Афшалома, войди к наложницам твоего отца, которых он оставил присматривать за дворцом. И так узнает весь Израиль, что ты стал ненавистен своему отцу и всех, кто на твоей стороне обретут силу. Разбили для Афшалома шатер на крыше царского дворца. Напомню, что крыши были плоскими, когда не было дождя, а дождя не было все теплое время года, там было довольно удобно гулять, особенно вечерами. Разбили для Афшалома шатер на крыше царского дворца, Афшалом вошел к наложницам своего отца пред глазами всего Израиля. Что произошло? Ну, не амурное приключение, безусловно. Я напомню, что 10 наложниц Давида остались там для того, чтобы присматривать за дворцом. И Афшалом совершает символическое вхождение в этот гарем. Даже неважно, с кем он там переспал и переспал ли вообще, но он берет себе гарем отца. И это, безусловно, такой рубеж, через который он переходит. И после этого становится понятным, что мир невозможен. Вот он присвоил себе жен своего отца, женщин своего отца. Что с этим дальше делать? Только сражаться, выяснять, кто победит. Старый или молодой. А с другой стороны, это ведь исполнение пророчества, которое Натан передал Давиду от Господа за то, что Давид себе присвоил жену своего воина. И его отправил потом на верную смерть, Урию Хетта. За это то же самое сделают с Давидом, но уже не тайно, а явно. Заберут его женщин. Что и происходит здесь. Вот два плана человеческой истории. С одной стороны, есть какие-то выгоды, и этот самый Хетофил советует сделать некий поступок, после которого всем станет ясно, красная черта переедена, и дальше война, и только война. А с другой стороны, это наказание, собственно, Давиду. В очередной раз можно задуматься, что мнение наложницы, особенно никто не спрашивает, они скорее собственность здесь. Ну вот, к сожалению, так тогда относились. К женщинам. А самое главное, что история этих книг царя, это мужская история. Женщины действуют крайне редко. Зато там, где они действуют, и такие эпизоды бывают, они очень значимы. Вот. Ну и дальше вывод. В те времена совет Ахитофила был то же самое, как если бы кто спросил ответа у Бога. Так ценен был совет Ахитофила, что для Давида, что для Авшалома. Этот самый Ахитофил на стране Авшалома, поэтому все может быть довольно плохо. Что же будет дальше? 17 глава рассказывает о том, как Авшалом выбирает свою стратегию.